Меня зовут Лидия Корчевна, я из Австралии. Сегодняшний разговор о некоторых проблемах с переездом в Австралию. Я когда-то сняла весьма эмоциональный ролик на эту тему. Ссылка на него будет в первом комментарии. Основываясь на моей практической работе, могу сказать, что по-прежнему значительное число реально собравшихся в Австралию находится в двух крайностях. Одни считают, что попасть сюда какая-то задача космической сложности, справиться с которой по силам только избранным. Другая крайность. Австралия это дыра какая-то, куда за сутки не долетишь, и здесь ждут не дождутся эмигрантов из Восточной Европы, России, Белоруссии, которые являются последней надеждой на выживание бедных австралийцев. На самом деле, как я понимаю, народ просто читает бесконечные телеграм-каналы, какие-то таинственные форумы, где часто просто, уж простите, пишут бессмысленный бред. Какие-то граждане почему-то выдают свои размышления за личный опыт и вообще развлекаются по полной. Укажу на некоторые очень распространенные ошибки, основанные на глубоком непонимании системы работы и иммиграционной службы, а также связке иммиграционного контроля с образовательной индустрией. Я много раз рассказывала, что сейчас, впервые за многие годы, не выезжая из страны, можно поменять характер визы. То есть, например, находясь на туристической визе, можно податься на студенческую. Действительно, и это правда, что находясь внутри страны, требования к уровню учебных заведений, через которые можно получить заветную студенческую визу и построить в дальнейшем свою иммиграционную схему, существенно ниже. Например, можно поступить в ТЭИФ, что значительно дешевле, чем университет, и с точки зрения маршрута к получению статуса PRPound and Resident получить те же условия. Напомню, что ТЭИФ – среднее учебное заведение, нечто среднее между советским ПТУ и техникумом. Для многих студентов этот маршрут кажется супер привлекательным. Во-первых, и главное – дешево. Во-вторых, приезжаешь по турвизе и в дамках, остался, все законно, приехал как турист в конце маршрута гражданин Австралии. К тому же вообще учиться в университете – задача, скажем так, не для всех. Здесь надо остановиться и пояснить, что связка, эмиграционная служба, образовательная индустрия работают в определенной логике. Эта логика основана не на моих или ваших размышлениях на эти темы, а на статистических бигдата и корпусе закрытой информации по государствам и студентам из разных стран. Эта логика часто нам кажется нормальной, а часто очень странной. Но она есть, и ее надо просто знать. В этой логике, например, 39-летний мужчина из Челябинска не может иметь искреннее намерение получить образование электрика в Австралии, чтобы вернуться к себе в Челябинск и трудиться успешным электриком с австралийским техническим образованием и знанием английского языка. Так же, как и девушка 19 лет не может иметь искреннего намерения именно в Австралии научиться шить, чтобы вернуться к себе в Чебоксары швеей, тем более, что в Чебоксарах нет швейного производства. Система видит за этим эмиграционные намерения, что противоречит на данный момент общепринятым правилам въезда в Австралию по студенческой визе. Но если человек уже оказался в Австралии, даже как турист, и ему пришло здесь в голову поучиться, и у него для этого есть необходимые средства, то система на данный момент во многих случаях дает такую возможность, хоть это и противоречит ее же базовой логике. Это, конечно, не означает, что оказавшись в Австралии по турвизе можно чудить как угодно, но при внимательном рассмотрении действительно можно подобрать более дешевую программу, и это правда. Но, и это как раз очень важно для тех, кто проверяет систему на люфты и зазоры. Дело в том, что диапазон возможностей в такого рода ухищрениях тоже невелик. Пользоваться этим надо умеет. И помните, эксперимент вы проводите на себе. Если все же пояснить конкретнее, то для тех, кто решил въехать в Австралию по турвизе и поменять ее на студенческую, имеется целый ряд трудностей, к которым надо быть готовым. Люфт в данном месте находится между тем, на кого вы больше похожи, на туристы или студенты. И это, скажем мягко, в отличие от того, что многие думают, не такой простой вопрос. Если у человека много поездок за рубеж, он объездил весь свет, Европу, Азию, у него дом, работа, он показывает, что в отпуске, у него в родной стране всякие обязательства, кредиты, машина, прочее, прочее, прочее. Он похож на туриста, который решил посмотреть Большой барьерный риф, Сиднейскую оперу и Красный камень. Особенно, если у него еще и выкуплен тур по достопримечательностям тысяч за 10 долларов. Или у человека в Австралии живут ближайшие родственники. Он может показать, что он с ними поддерживает постоянные отношения и едет повидаться. Если человек покинул Россию, сидит в Грузии, уже год, ему 23, у него в жизни было 3 выезда за рубеж. Белоруссия, Турция и Египет. И он собрался посмотреть красоты Мельбурна. Он не турист. И система точно определит, что он хочет посетить Австралию не с туристическими намерениями. В этом суть, то есть представление, что туристическую визу легко получить, если правильно заполнить анкетку, крайне далеки от действительности. В последнее время, в том числе из-за испорченной статистики, иммиграционный департамент весьма внимательно производит отсеивание при выдаче туристических виз. С другой стороны, те, кто подходит под понятие турист, состоявшиеся персоны, объездившие весь мир, чаще всего не похожи для иммиграционной системы на студентов, желающих освоить за 15 тысяч километров от дома основы электротехники. Если вы решили въехать по туристической визе, проявили неосторожность и получили отказ, въезд по студенческой становится сразу проблематичен. Но въехать по студенческой на самую дешевую программу, объясняя это дефицитом кафельщиков на родине, тоже малоперспективен. То есть надо соблюсти баланс, что уж извините, не такая элементарная задача, как кажется на первый взгляд. И еще несколько замечаний общего характера. В Австралии на сегодняшний день в области миграции многое проще, чем в Европе и США. Это правда. Но не надо заблуждаться, что здесь миграционные власти ничего не слышали про войну в Восточной Европе. Мобилизацию, желание многих всеми неправдами ее избежать. Про качество и уровень жизни в Российской Федерации и странах бывшего СССР. Про сидящих в Грузии или Казахстане юношек и девушек от 18 до 60 лет от роду. Что все наши умные, такие умные, такие бойкие, продвинутые, читают и пишут в пабликах. А они темнота, этакие лапти, ничего не знают и не соображают, до сих пор едят руками. Сообщаю. Краткие сводки со всех более или менее посещаемых ресурсов из всех социальных и иных медиа тщательно собираются русским отделом миграционного департамента. Там сидят русскоговорящие сотрудники, как правило, не российского происхождения, но имеющие хорошие знания об особенностях российской и белорусской комьюнити, а также жизни в Восточной Европе. Англичане, поляки, литовцы, болгары, немцы. Они переводят материалы и окончательный циркуляр регулярно ложится на столы всем визовым офицерам, принимающим решения. Более того, подобными сводками обмениваются визовые офицеры дружественных стран. США, Новой Зеландии, Канады. Этот порядок заведен в испокон веков даже еще до появления социальных медиа. Тогда собирали агентурные сводки. Кроме того, визовые офицеры пользуются информацией, получаемой из иных источников, бюро статистики, запросов в Google и другие поисковые системы. Если кто-то думает, что Австралия – это такое место, где легко вести в заблуждение визовых офицеров всякими глупостями, то это также далеко от реалий, как самоубеждение некоторых граждан в собственной гениальности. Вы собираетесь в путешествие на Большой Барьерный Риф не в СИЗО, к Красному Камню в январе решили испытать на себе 50-градусную жару, везете с собой вещи, несоответствующие туристическим планам, вы предоставили справку с работы, которую не удалось проверить, вы пишете, что живете в Нижнем Новгороде, а ваш Samsung или iPhone 274 дня в этом году переночевал по адресу Новинский бульвар в Москве, пишете, что не были в некой стране, а роуминг там включался. Офицеры миграционного департамента имеют огромные возможности для выявления лжи в подаваемых документах, и это очень хорошо, писать надо полную правду, тогда и не будет проблем. Очень часто вы можете прочитать или услышать, я в Австралии 20 лет живу, я здесь все знаю. Для того, чтобы понимать реальную обстановку, нравится это кому-то или нет, надо работать в этой области. От того, что баба Маша разносит кастрюлю с перловкой по больнице уже 20 лет, она не стала врачом, и медицинских советов при всем уважении к ее нелегкому труду давать не может. Писать какую-то чепуху в интернете могут все, рассказывать про себя тоже. Если хотите совет, надо самим в первую очередь читать сайты учебных заведений, а также миграционного департамента, а во-вторых, когда выбираете себе, например, образовательного агента, надо спрашивать контакты студента, в котором он помог, и не 10 лет назад, а недавно, и из разных учебных заведений, чтобы составить себе картину, что агент реально работает с разными колледжами, университетами, а студенты уже сами расскажут, как нашли, как познакомились, довольны или нет. И кто такие эти студенты? Не являются ли они набранной массовкой? Вы, когда ищите себе кафельщика, спрашиваете, наверное, не только референсы, но и просите показать выполненные работы, ведь правда? А не удовлетворяйтесь весомым. Я уже 15 лет кафель кладу. Или пафосным. Я из Махачкалы, у меня высшее экономическое образование. Удачи вам! С вами была Лидия Корчевная и наша Седмищина. Ютуб-канал об Австралии и обо всем на свете. Если есть вопросы, пишите на e-mail, видите его сейчас на экране. Расскажите о себе, своей ситуации и планах. Я всем постараюсь быстро ответить. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Буду очень благодарна, если вы подпишетесь на канал, разместите ссылки на него в соцсетях, поставите лайк, напишите отзыв, вопрос, мнение, обсудите со своими друзьями.